Приветствую всех! Ко мне с Алиэкспресс пришло вот такое вот стеклышко для йота фона 3+. Давайте его посмотрим. Вот так вот продавец его упаковал. Стекло черного цвета с рамочками. Внизу у нас вылез под сканер отпечатка пальца. Давайте посмотрим, как оно подойдет на йодочку. Ну что, друзья, можно сказать, что стекло подходит, но главный его минус в том, что оно не пропускает свет от наэкранных кнопок. Смотрите. То есть их вообще просто не видно, от слова никак. Но они хотя бы работают, и в этом уже позитив. Всем привет еще раз. То стекло, которое я вам показал в первой части этого видеосюжета, я наклеивать не стал, потому что, по моему мнению, отсутствие подсветки кнопок это непрактично, неудобно и неправильно. А поскольку то стекло это единственный вариант, который в настоящее время можно найти на Алиэкспрессе для данного телефона, то я поставил перед собой задачу подобрать что-либо подходящее от другой модели. Я заехал на одну точку по продаже аксессуаров возле метро Приморская. И после того, как мы с продавцом перепробовали определенное количество стекол от разных моделей, я остановился вот на таком стекле. Это стекло от Meizu M6 Note. Вот как оно выглядит. Это стекло без черных рамок. И с точки зрения соответствия в форме переднего экрана нашего йотафона, оно было наиболее подходящим из всех тех стекол, которые я примерял. Здесь, как вы видите, есть очень широкий вырез под камеру динамика датчики и практически совпадающий по форме вырез под сканер отпечатка пальца. Давайте я сейчас попробую его наклеить, и мы посмотрим, как хорошо оно сядет. Так, сначала потереть первый, потом второй. Так, сначала вытираю первое салфеткой стекло, влажное. Тоже вообще ни разу не влажное. Абсолютно сухое. Потом протираем второй сухой. Ну, вроде с виду чисто. Давайте клеить стекло. Смотрим, что получится. Сняли. И прикладываем. Это рановато, рановато. В нескольких попытках приклеить это стекло ровно у меня получился вот такой результат. Как видите, по периметру есть непроклеенные области, как это и должно быть со стеклами такого типа. Вот здесь, возле кнопочки, пятно. Далее по периметру, в эту сторону, оно вот такой вот ширины. И с этой стороны здесь тоже есть небольшая непроклеенная полоса. Лично для меня это не имеет никакого значения. На скорость оно не влияет. Функционал тоже. Немножко страдает эстетика, но я все равно не рекомендую пользоваться вот такими вот китайскими жидкостями. Типа глицерина для заполнения непроклеенных областей стекол. Потому что эта жидкость, она остается постоянно по периметру в щелях. И при попытке вытереть стекло тряпкой, вылезает и начинает пачкать стекло таким жирным слоем неприятным, который тяжело удалить. Датчик работает нормально. Кнопки тоже светятся, работают. Все нажимается, как видите. Все прекрасно листается. Шторка выдвигается. Лично я этим результатом вполне доволен. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в другом чехле. В этом чехле это выглядит тоже вполне нормально, как мне кажется. Почему я рекомендую вам использовать защиту для вашего смартфона? Потому что, как выяснилось, горел глаз, которым покрыт экран Yotafone A3, он довольно-таки легко царапается. Кто смотрел мой видеообзор данного аппарата, помнит, что там я снимал его на столе и периодически клал аппарат экраном вниз. И в ходе съемки, обзора и сравнения с Hisense, экран Yotafone A3 получил довольно-таки неприятные царапины. Просто лежа на столе. Кроме того, казалось бы, вот этот вот флип-чехол, который внутри очень мягкий и закрывает экран полностью, должен защищать его от царапин также. Но за две недели использования под крышкой этого флипа я обнаружил на экране маленькую такую и очень неприятную царапинку. Видимо, все-таки в нашем воздухе летает кварцевый песок и попадает даже под крышки чехлов. Что же, в какой-то степени стекло способно нас от этого защитить, но страдают тактильные ощущения, конечно. Это вам не горило глаз. Итак, дорогие друзья, стекло от Meizu M6 Note подходит на Yotafone A3 как родное. Спасибо за внимание.